Дотация бюджета на сбалансированность бюджетной политики Чувашии составит более 841 миллиона рублей. Такая договоренность была достигнута во время встречи в рамках Санкт-Петербургского экономического форума главы Чувашия Михаила Игнатьева и министров финансов России Антона Силуанова. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов 2016 стал одной из самых обсуждаемых тем Петербургского экономического международного форума. Панельная сессия, на которой презентовали результаты рейтинга, собрала столько участников, что они едва разместились в зале. Напомним, агентство стратегических инициатив составляет рейтинг уже третий год. Наша республика присоединилась к проекту в 2014 году и успела подняться с девятой строчки на шестую. В первый пилотный год рейтинг состояния инвест-климата составили для 20 регионов. Затем проект распространился на все субъекты России. Чувашия по итогам 2014 года сразу вошла в десятку лидеров. А в этом году улучшила свои позиции, поднявшись с девятого места на шестое, несмотря на серьезную конкуренцию. Нужно сказать, что общий уровень результатов повысился, что произошло сжатие между лучшими и между теми, у которых есть, как сейчас принято говорить, большое пространство для улучшений. Лидеры подтвердили свои показатели. Вместе с тем мы с удовлетворением отмечаем несколько прорывов, когда регионы сделали невозможное и поднялись в рейтинге на несколько десятков мест. При составлении национального рейтинга эксперты опираются на мнение представителей бизнес-сообщества. В этом году были опрошены 400 тысяч или 8% всех предпринимателей страны. Именно они оценивают усилия властей по созданию комфортных условий для ведения бизнеса и особенно взаимодействия с территориальными органами федеральных органов власти. Регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет существенно сократили в 67 регионах нашей страны. В среднем зарегистрировать право собственности можно за 15 дней, а поставить объект на кадастровый учет – это всегда было одной из больших наших проблем. Сегодня в среднем по стране можно за 39 дней. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов отметил несомненный эффект, который уже принесли составленные регионами дорожные карты по улучшению инвестиционного климата. Субъекты сейчас вот в этой работе делают ее совершенно заинтересованно, и мы это видим. Те, кто лидеры, хотя бы если вы посмотрите на первые действия, ни у кого нет сомнений, что это на самом деле лидеры, они работают с инвесторами. И все, что в этих субъектах происходит, это на самом деле отражение изменений. По мнению Игоря Шувалова, перспективным является расширение полномочий главсубъектов и передача им в управление части территориальных федеральных органов. Это касается не правоохранительной системы, а обычного ежедневного управления. Улучшение инвестиционного климата в регионе требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и создания эффективной, работоспособной инфраструктуры. У нас и многофункциональные центры, это по принципу одного окна работают, это во-первых. Во-вторых, мы создали проектный офис, проектный офис не только на уровне республики, создали на уровне муниципалитетов. В-третьих, сегодня командная работа улучшается, потому что здесь одному человеку невозможно ничего сделать. Здесь подключены и депутаты разных уровней, здесь подключены все органы власти, здесь подключены сами предприниматели, это важно. Результаты работы уже можно наблюдать. Чувашию в качестве инвестиционного адреса выбирают все больше предпринимателей. Мы работаем в целом по положению, у нас есть инвестиции в Нижегородскую область, но в Чувашии мы готовы увеличивать, причем увеличивать кратно. Нам интересны и Чебоксары, и Канаш, и Порецкий район.